На второй день празднования Средния Господня Святая Церковь чтит память участников этого события, праведных Симеона Богоприемца и Анны Пророчицы, которые на протяжении долгих лет своей жизни ждали встречи со Христом и удостоились ее. В День памяти святых митрополит Екатеринбургский Верхоторский Евгений совершил Божественную Литургию в храме Симеона Богоприемца и Анны Пророчицы города Сесерти. Владыке сослужило духовенство храма, сосердского благочения и клирики города Екатеринбурга. В 1734 году Василий Никитич Татищев, прибыв на Сесерский завод, озаботился о строительстве здесь храма. Его закладка состоялась в октябре 1735, а уже на следующий год, в феврале, состоялось освящение храма в честь святой пророчицы Анны. Так как число жителей Сесерского завода со временем увеличивалось, вскоре потребовалось строительство более вместительного храма. Однако еще 40 лет прихожане молились в старой деревянной церкви. К строительству каменного храма приступили лишь в июне 1773 года по распоряжению нового владельца завода Алексея Федоровича Турченинова. Из-за Пугачевского восстания возведение Дома Божия продолжалось в течение 10 лет, но по окончании строительства храм стал украшением города. Закрытый в 1935 году он пережил годы гонений, понеся немалые утраты, но сегодня восстанавливается и постепенно обретает былую красоту. И вновь собирает в своих стенах жителей со всего Сесерского благочиния. Многолюдно было и в день престольного праздника, в день памяти святых Симеона и Анны. Эти дивные слова праведного Симеона, принявшего на свои руки богомладенца, звучали за богослужением с первых времен христианства. И по сей день мы слышим их в храме каждый раз по окончании вечерни. Эти слова, особо торжественно звучавшие за архиерейским богослужением, напоминают нам о жизни святого старца, дающего ответ на вопрос, как мы должны готовиться к встрече с Господом, который ждет нас за смертным адром. Известитель Григорий Палома дает ответ на этот вопрос. Он говорит, что пример Симеона и Анны – это образец того, как мы должны готовиться к встрече со Христом. Это пример терпения, это пример смирения, это пример надежды, это пример в лице Святой Анны Пророчицы пребывания всегда в храме Божьем, в посте и молитве. По словам священника, если мы будем подражать праведным Симеону и Анне в их добродетелях, то и нам будет не стыдно сказать при самой главной встрече – ныне отпущаешь и рабатывая его владыка с миром. А правящий архиерей пожелал всем собравшимся, чтобы путь нашей жизни привел нас ко Христу. И эта встреча была радостной. Я не сомневаюсь в том, что на этом пути, если мы будем молитвенно обращаться к Святому Симеону Богоприимцу с такими словами, Святой Симеоне, твой путь был долгим, скорбным, трудным, но он привел тебя ко Христу. И мой путь жизни – управь, не ложно, не криво, управь ко Христу. Молитвы Богородицы, Святой Анны Пророчицы и всех святых. Я не сомневаюсь, что эта молитва будет услышана. И вот эта встреча, это сретение, которое столь отрадно было для всех его участников, так что по сей день мы вспоминаем его, оно станет нашей тоже участью. Глава Митрополии поблагодарил духовенство храма, а также главу Сусертии за труды, положенные в дело возрождения церкви, и вручил награды активным прихожанам и помощникам. А после богослужения юные прихожане поздравили Владыку, спев ему песнопение праздника и прочитав стихи. «Пять минут в дорогу, спустите, куда в дорогу? Ну, конечно, в церковь, в Богу, что за жизнь без Бога? В кромесном биле дорога, без звезд ночного неба, зеленый суд без хлеба, в пустыне нет воды, пол сага до беды». В ответ Владыка также поздравил детей и вручил им сладкие подарки. А потом для архипастыря была устроена экскурсия по храму и территории, которая прилегает к храмовой и является историческим центром города. В настоящее время она тоже, как и храм, благоукрашается. Продолжение следует...